Всем привет! Вы на канале Перпаков и с вами Анна Веселова. Предлагаю вам приготовить вкусную и сытную запеканку из куриного филе, кабачков, яиц и сыра. Это не только вкусное блюдо, но и очень полезное. Оно готовится из богатых белком продуктов. Его можно приготовить не только на ужин, но и на перекус. Запеканка прекрасно подходит для тех, кто на диете, следит за своим здоровьем и занимается спортом. В ней можно менять состав и количество ингредиентов. А начинаем с того, что 100 г твердого сыра натираем на терке с маленькими дырочками. После 500 г кабачков, это примерно 2 маленьких кабачка, очищаем от кожуры и натираем на той же терке с маленькими дырочками. По желанию кожуру с молодых кабачков можно не снимать. С натертых кабачков слегка отжимаем жидкость. В глубокую чашу к кабачкам кладем сыр. Мелко нарезанное куриное филе или в куриный фарш. Три яйца. Мелко рубленную зелень с чесноком. Немного соли. И черный перец. Все хорошо перемешиваем. После добавляем 3-4 столовые ложки рисовой или пшеничной муки. И опять все хорошо перемешиваем. Тесто на запеканку должно получиться немного жидким. Если тесто слишком жидкое, то добавьте еще немного муки. Готовое тесто отставляем в сторону и занимаемся формой. Форму для запекания смазываем маслом и припыляем мукой. У меня форма размерами 25 на 16 сантиметров. Выкладываем в форму тесто и выравниваем сверху. В середине запеканки делаем небольшое углубление, чтобы они заполнились жидкостью. При выпекании жидкость равномерно распределится и запеканка не будет сухой. В разогретой духовке при 180 градусах выпекаем запеканку 35-40 минут. Готовую и румяную запеканку оставляем немного остыть. И только после извлекаем ее из формы. Она при остывании немного осядет и станет плотнее. Запеканку подаем зеленью, сметаной, с каким-то соусом, маслинами, каперсами или овощами. Запеканка получается очень аппетитной и сытной. Она не сухая, но и без лишней влаги. Немного плотная, но при этом нежная на вкус. А главное, готовится из простых и полезных продуктов. У нас на канале есть и другие рецепты приготовления кабачков и запеканов. Смотрите и выбирайте, что вам больше подойдет. А на этом нашем видео подходит к концу. Я буду рваться внимания. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь. И как всегда я вам желаю все самое наилучшего и вкусных блюд на кухне.